сегодня приехали в цветочный дворик надо выбрать подарок мы идем на день рождения но вот мы сейчас объездили несколько точек сейчас посмотрим это вот мы приехали в дошковку так но здесь выбор большой я уже кое-что присмотрела сейчас мы обойдем все еще посмотрим весь ассортимент и тогда уже решим о и цены здесь кстати нормальные однолетки уже покупать не хочется вроде уже сезон смотрите гейхеры прям коллекция целая по 380 рублей просто всякие порядочек здесь какой у них войны в ногах воли адрес на севере у всех ли адрес вот этот растет он луковичками так сейчас посмотрим на стульце какая добрый день мы на подарок ищем до какой-нибудь многолетнее растение легкое в уходе вот я заодно вас свой влог сниму можно не запрещаете съемку нет конечно да сельская селекция не мела две тысячи лет и счет ведь это по тысячи все да вот этот прекрасный вариант на подарок а а ну чтобы не плетистое было что ей некуда да да сейчас я при присмотрюсь и к вам потом обращусь так мы наверное здесь что-то его и какой цвет великолепный смотрите какой цвет но это на мой вкус конечно вот тоже ой вообще шикарный цвет очень красиво так гортензии здесь тоже выбор большой цвет какой красивый шикарный шикарные просто гортензии а пока не забыла цена вот этих гортензии сколько то сейчас я темные да а по карте вы работаете по карте да так теперь вот вопрос или розу или гортензию так или розу или гортензию сейчас спросим так ой лимоны лимоны смотрите какие лимоны здесь еще у них магазинчик а это гортензия крупнолистная похоже будет ее наверно укрывать ну роза у нее есть да а гортензия та расцветка очень красивая но раз она она не будет укрывать метельчатая а метельчатые тут светлые которые здесь да понравилось мне вот это но ее надо по это диасция диасция точно это все однолетки в этом году у меня помидоров намного меньше чем в прошлом но в теплице столько же но в открытом грунте еще у меня помидоры вот там их меньше намного в общем я сейчас здесь подрезала все верхушки вот то есть верхушки на которых еще были цветочки но это уже бесполезно их оставлять эти верхушки потому что потому что они не вызреют все равно вот значит чем я обрабатывала помидоры обрабатывала оксихомом дальше янтарной кислотой это в первой половине лета оксихомом обрабатывала два раза вот еще даже листья голубоватые так ну подкормки это понятное дело и и дозревателем я еще опрыскивала дозреватель это средство для быстрого созревания плодов но у нас лето не пойми какое то сильно жарко от сильной жары естественно часть пыльцы может засохнуть у меня на некоторых кустах так и произошло вот ну и различные болезни из-за того что половина лета ночи были очень холодные в общем что есть то и есть конечно помидоры болеют вот они эти пятна на листях максимально листья я срезала максимально они уже не нужны то есть мне нужно чтобы просто помидоры дозрели на кусту вот вот это супер приз ну в общем я сейчас не буду повторять сорта вот сорта здесь разные и вот такие вот они они мелкие коктейльные помидорчики вот вот начинают опять трескать трескаться плоды плоды трескаются не у всех сортов вот сейчас я помидоры практически не поливаю для того чтобы быстрее произошло созревание помидоров мы уже конечно едим вовсю да болеют во-первых ну фитофтора никуда не денется как говорится обрабатывай не обрабатывай фитофтора все равно свое возьмет нет ни одного года чтобы фитофтора себя не проявила она может не проявлять себя летом допустим в июле но в августе она все равно будет хоть сколько вы химии налейте на помидоры мне кажется это не спасет так ну здесь у меня повалились помидоры вот те я даже не стала поднимать потому что плоды осыпаются эти крупные не стала поднимать вот ну а огурцы у меня заболели сначала был трипс на них потом паутинный клещ напал сейчас они стоят обработанные битоксибацилином это биологический препарат который можно опрыскивать во время сбора урожая то есть всего лишь 3-5 дней подождать не собирать огурцы потом можно собирать сейчас у огурцов пойдет второе дыхание потому что на верхушках вот там есть завязи есть цветочки мы уже огурцов наелись они мне честно говоря уже надоели я их даже не снимаю ну видите висят вот даже не снимаю я сделал сделала лечо очень вкусно из огурцов вот скорее всего я вот вот раз я сегодня обработала через 5 дней я сниму остатки огурцов и скорее всего сделаю опять лечо уже из оставшихся а которые пойдут молоденькие ну потом просто салат будем использовать ну в общем на огурцы я уже честно говоря наплевала я уже их ничем не подкармливаю я их только поливаю поливаю и вот сегодня опрыснула опрыснула от клеща ну вот такая вот ситуация у меня я сделала выводы для себя по некоторым сортам от которых я откажусь вот то есть я попробовала и как бы на следующий год уже я их сажать не буду вот и значит что мне понравилось весной у меня было несколько ведер вот таких от краски вот и Вадик у меня там выпилил дно и я рассаду сажала вот прям в это ведро очень удобно кстати но у меня ведер этих было мало то есть вот видите конечно не все кусты посажены вот а только вот некоторые в общем я хочу за год ну за зиму за следующую весну набрать вот таких ведер где-нибудь может кто-то из знакомых ремонт будет делать вот и посадить вот таким образом все помидоры здесь в теплице очень мне понравилось кстати очень понравилось во первых видите уровень земли то есть можно досыпать это у меня вот еще не досыпана земля можно было вообще досыпать вот так поливать очень удобно то есть вы поливаете в ведро вот они здесь вот как я сейчас пролила вот эти кусты которые не в емкости ну вместо вот таких ведер можно использовать я думаю пластиковые большие бутыли тоже вырезать дно и с таким же успехом применять то есть вот эта система мне конечно очень понравилась вот и вот я хочу именно вот так сажать потому что когда досыпаю я вот сюда досыпала вернее землю образовывались дополнительные корешки на стволе и все удобрения я лила именно вот сюда то есть все шло по назначению ну и сорняк вокруг убирать тоже очень удобно почутки бутыли у а вот 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 все хотите прикол покажу помните я сажала фоцифолию вот посмотрите что она мне тут натворила это фоцифолия у меня вот здесь компостная куча вот я посадила росточек с краю компостной кучи и следила чтобы главный стебель вырос чтобы его прищипнуть потому что по главному стеблю мужские цветки только идут а плоды должны быть на на боковых что вы думаете в общем никаких я не дождалась цветочков никаких плодов на ней нет она жирует и жирует смотрите как она прет я впервые вижу такое мощное растение сейчас подальше отойду вы увидите масштабы бедствия вот смотрите это как монстр монстр она везде распустила свои плети она уже идет вот сюда заходит вот сюда пошла на забор укрыла мне здесь здесь у меня такой бардачок где какие-то там ведра стоят вон они видите она все это мне укрыла и полезла дальше по всей компостной кучи смотрите что творится вот она на теплицу залезает я первоначально удаляла все все лишние побеги в общем старался как-то ее угомонить но не тут то было посмотрите что творится и вот туда она еще пошла она к соседке ушла он ведь к люди наверх что за фоцифолия такая вот если нужно какой-то участок укрыть то она для этого вполне годится посмотрите как она выросла она поглотит все мне кажется весь забор и вот если вот туда копнуть я уже здесь рылась кстати рылась везде тут тут нет намека даже не на какие цветочки не на что нет намека не на мужские это женские вот такая культура так что кто может быть из вас выращивал может что-то и не так делаю я не знаю вот и значит у меня еще одна фоцифолия на этот на компосте растет сейчас я вылезу отсюда вот а другую я посадила около забора вот вот здесь она здесь поскромней естественно питание ездить меньше чем вот вот той дурочки то есть и в общем жирует ну так вот это не жирует понимаете это то не жирует вот у нее начало то вот здесь вот здесь вот сюда я ее сажал и я и подумала пусть она растет вот туда вот она и растет и в общем вот главный стебель и вот он прет и прет я все ждала цветочки а их нет вот так вот красиво конечно укрыла землю мне тут она все красиво вот но никаких цветочков нет соответственно я ее не попробую вот такая культура интересная вот видите уже даже сюда прет он смотрите ну думаю ладно пусть растет потом я и выдерну и в компост ну че еще с ней делать то я кстати отрывала росточек такой росточек отрывала и просто воткнула в землю что вы думаете он у меня прижился она такая живучая у нас уже пол восьмого вечера а у меня в самом разгаре работа в общем что я делаю так вот уже две бутыли вина стоят и для третьей бутыли еще здесь виноградик значит еще двое суток простоит вот это там вот ведро целое и вот там кастрюлька так еще двое суток и буду процеживать и заполнять третью бутыль у меня треснул гидрозатвор третий для третьей бутыли мне надо на рынок съездить и еще купить гидрозатворное что я купила на всякий случай перчатки фикс прайсе но мне кажется что они порнутся очень быстро хотя здесь в упаковке 10 штук размер был только есть то очень не знаю если я гидрозатвор вдруг не куплю хотя почему я должна купить продажи есть специализированных отделах значит буду делать перчатки перчатку на бутылку одеваю так а сейчас я делаю томаты в собственном соку вот сейчас тот этап когда у меня помидорчики все залиты крутым кипятком вот и стоят баночки как бы стерилизуются вот а тем временем мне нужно сделать сок меня такая соковыжималка вот и я значит сейчас подготавливаю сок вот я уже здесь два литра сделала сейчас полную кастрюльку сделаю прокипячу этот сок добавлю сахар и соль вот и горячий сок с сахаром и солью я буду разливать по банкам в общем я вам этот рецепт не показываю потому что он у меня на канале уже есть что повторять правильно я вам ссылочку оставлю вот и значит если вы хотите посмотрите значит делается все очень просто вот просто в чистой банке закладываете это я в двух словах сейчас объясню в чистой банке закладывайте помидорчики чтобы они все крепенькие были не надо их протыкать зубочисткой там крест на крест надрезать донышки не надо вот крепкие помидоры все положили залили кипятком вот я в кастрюльке кипячу прям горячий чтобы вода была и половником значит разливаем можно из чайника вот заливаю накрываю крышками но не закрываю просто накрыла и вот так держу пока водичка тепленькая не станет в этот момент можно заниматься соком вот значит здесь помидорчики меня пропариваются с помощью соковыжималки я делаю сок так сейчас будет немножко шуметь но я вам покажу вот сюда жмых скапливается а вот сюда сок вот эта емкость литр как раз то есть мне очень легко отсчитывать так ребятушки девять часов вечера и я вот только закончила очень вот столько получился меня банок банки все все разные вот конечно это не все помидоры часть помидоров я еще оставила довольно много помидоров есть для того чтобы сделать другие заготовки потому что еще буду лечо наверняка делать баклажаны в какой-нибудь заливки пока не знаю в какой вот ну в общем вот так сейчас все это укутаю и все на сегодня моя миссия выполнена да еще не до конца выполнена еще все надо убрать убрать помыть 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 раковину а такие дела а а Субтитры подогнал «Симон»